Мур-мур-мур, миру, ня! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ня! Сегодня я познакомлю вас с одним интересным аддоном, который связывает воедино два замечательных мода Dynamic Grease и Biome Supplenty. Biome Supplenty – мод старый и очень известный, поэтому я решила не делать на него отдельного обзора, но для тех, кто все-таки не знаком с этим модом, скажу, что он добавляет множество новых блоков, растений, деревьев, и, соответственно, предметов, которые можно крафтить из них. Но самое главное, что этот мод добавляет просто уйму новых, очень красивых биомов. На данный момент на странице разработчика их указано 66, включая измерения Незера и Эндера. А вот на мод Dynamic Grease я не так давно делала обзорчик. Кто не видел, обязательно посмотрите мой ролик про живые деревья. Этот мод изменяет динамику роста деревьев и их внешний вид, но до сих пор все изменения касались только ванильных деревьев. Теперь же вышел аддон, связывающий эти два мода, и называется он Dynamic Trees Biome Supplenty Compact. Он позволяет заменить большинство деревьев мода множества биомов на живые деревья. И это поистине потрясающе. Посмотрите, как выглядят деревья, которые и так были очень оригинальными. Они стали совсем реалистичными. Смотрите, кактус стал действительно кактусом, со своими растопырками, а не просто колючим столбом. Какое разнообразие вокруг. Даже вот умирающие деревья радуют глаз. Глядя на пальму, вообще можно забыть, что находишься в Майнкрафте. Так и кажется, что с нее вот-вот упадет кокос. Вокруг все растет, падают какие-то семена, шишечки. Веточки у деревьев красивые, тоненькие. Кроны у всех деревьев разные. От бамбука я и так была в восторге, но теперь он вообще выше всяких похвал. Сакуры просто мега-круты. Так и хочется построить очередной японский замок. Вы наверняка заметили, что некоторые деревья как-то не уродились. Дело в том, что на рост дерева теперь влияет биом, в котором его выращивают. Если климатические условия не родные для дерева, то оно будет расти плохо и может полностью не вырасти. А деревья из других измерений могут вообще не расти в обычном мире. Теперь я вам кратенько расскажу, что нужно сделать, чтобы в вашем Biome Supplenty появились живые деревья. Прежде всего, надо обязательно установить все эти три мода. Ссылочку на них я оставлю в описании под видео. Далее вам придется создать новый мир. И не забыть указать тип мира Biome Supplenty. Это очень важно. В противном случае новых биомов не будет. Кроме того, вы можете сами генерации биомов еще более тонко настроить. Впрочем, это уже не обязательно. А вот живые деревья будут генерироваться по умолчанию. Потому что в новых версиях мода Dynamic Trees больше не надо менять настройки в конфигурациях. В общем-то, говорить здесь больше и нечего. Всю эту красоту лучше увидеть своими глазами. Поэтому я просто покажу вам, как теперь выглядит наш мир. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч, дорогие друзья. И приятного вам полета! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!